Привет, ребята! Меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле. А значит, это новый разбор на укулеле. И на сегодняшний разбор для вас подготовила интересную песню. С правой рукой особенно. Че тогда мы будем мутить, крутить? Исполнительница Монеточки на территории России на признанинагентом. Ну, значит, сейчас это клеймо как знак качества. А песня Папина любовница. Давным-давно вышла эта песня, но сейчас она опять стала популярна. Поэтому почему бы мне не прыгнуть в этот вагон хайпа и разобрать ее специально для вас. Но что для этого нужно сделать? Взять укулеле в руки и погнать учиться. И вот так вот она у тебя будет выглядеть. И вот так вот она у тебя будет выглядеть. И вот так вот она у тебя будет выглядеть. Разбор на укулеле. Что ж, давайте начнем разбирать с аккордов. Я взяла неоригинальные аккорды. Они будут попроще. Поэтому мы, чтобы звучало так же красиво, как в оригинале, поставим потом капода струн на третий лад. Но об этом чуть позже. Погнали! Первый аккорд, аккорд АМ. Зажимаем четвертую струну на втором ладу. Далее аккорд, аккорд С. Зажимаем первую струну на третьем ладу. Следующий на очереди аккорд ЕМ. Некая лесенка у нас должна с вами получиться. Мы ставим первую струну на втором ладу. Далее вторую струну на третьем ладу. И третью струну на четвертом ладу. Далее движемся и видим аккорд ДМ. Зажимаем вторую струну на первом ладу. Далее третью и четвертую струну на втором ладу. И завершающий аккорд, аккорд G. Зажимаем первую и третью струну на втором ладу. А вторую струну на третьем. И получается А, М, С, Е, М, Д, М и G. Но будьте, пожалуйста, внимательны, потому что в каждой части песни порядок аккордов может меняться. Как я уже упомянула ранее, чтобы она звучала с вами в оригинале, мы возьмем вот такую вот штуку-дрюку, называется Каппадакстер. У меня мой именной даже кирпич, вы можете его приобрести по ссылке в описании. И ставим на третий лад. Как с этим вообще, в принципе, работать? Мы представляем, что до этого ничего не было, а Каппадастер у нас с вами нулевой лад. Соответственно, раз, два, три, четыре лады и погнали. В принципе, если вы найдете на слух эту тональность, в которой мы с вами играем без Каппадастера, вы можете играть и без Каппадастера. Друзья, я хочу вам сообщить о том, что теперь помимо моей подписной укулеле и аксессуара к ней, у меня вышла полноценная книга «Укулеле по шагам». На самом деле, это не просто книга, а целая энциклопедия. В ней собраны абсолютно все мои знания систематически от простого к сложному. Ну, на то это и укулель по шагам. Кто рассматривает укулельку в качестве аккомпанемента или инструментального инструмента, то эта книга специально для вас. Также в этой книге есть QR-коды, укулеле трекеры, смешнявки, мемы, стикер-пак. Для любителей наклеечек тоже я о вас позаботилась. Ну, а всю подробную информацию про свою коллекцию скрипышей я оставила в описании. Разбор на укулеле. Далее давайте разберем ту самую правую руку, на которую вы сейчас, наверное, все обратили внимание. Также так я это сыграла. Я здесь применила очень интересный прием, называется «Разгиата». Данный прием относится к такому жанру, как фламенко или испанская гитара. Если вы послушаете оригинал этой песни, то в целом там есть вот такие вот фламенские наигрыши. Также, в принципе, сыграть этот прием, я буду его отмечать и буквой «Р». Играется он следующим образом. Такая вот веерная техника. Но давайте чуть подробнее. Чтобы это сыграть, во-первых, у вас должна быть рука расслабленная, поэтому вот так вот не играем. Чтобы понять, как играть этот прием, берем кулачок, сильно его не зажимаем, просто как бы собрали руку. И для начала, чтобы все пальцы у нас одновременно открывались. Потом постепенно, начиная с мизинчика. Вот, как бы такой вот веер у нас получается. Кому и это непонятно, то вы можете представить, что вам нужно с каждого пальца кому-то дать щелбан, начиная с мизинчика. То есть бам-бам-бам-бам. Вот, сначала это все в медленном темпе отрабатываете, потом постепенно ускоряетесь. И вот это вот движение, такое прям, переносим на укулельку. Пусть у нас четвертая струна будет в виде опоры, чтобы у вас рука куда-то не улетела. И все, и начинаем раздавать щелбаны по всем струнам. Вам не обязательно, чтобы прям все-все струны на каждый пальц приходились. То есть может быть так, что на мизинчик у вас вы сыграете только нижние пару струн. Это нормально. В совокупности это даст объем. Еще раз смотрим. Хороший крык, хорошее движение. Если вы будете играть одновременно всеми пальцами, это не совсем то, что нужно. Это у вас начнется уже какой-то высотки. Такого нам не надо, у нас наоборот. Потренируйтесь отдельно. Это очень крутой навык, крутая техника. Если вас интересует вообще, в принципе, техничный аспект укулельки, то у меня в книге очень много всего приведено в пример. Так что тоже по ссылке в описании посмотрите. Давайте собирать, что у нас должно получиться. Смотрите, у нас первая струна четвертая играется отдельно. Мы ее будем играть большим пальчиком. Далее у нас с вами идет вот этот разгадок. Ну а дальше схемка, которую вы могли и не раз встречать. То есть указательным пальчиком мы делаем удар наверх. Далее лучше приглушить вот эту частью ладонью, как бы бамс. И дальше указателем также доиграть вверх, вниз, вверх. То есть смотрите, в этом рисунке, который я предлагаю, конечно, попозже дам что-то попроще, если вы только-только начали играть на укулельке. Задействована вся рука. То есть у нас у каждого пальца есть какая-то своя работа. Давайте помедленнее еще раз. Четвертая струна, разгада, вверх, глушение, вверх, вниз, вверх. Конечно, пока это у нас не особо ритмично, но, по крайней мере, отработать сначала технику, потом прийдем это нормально в ритм. Еще раз. Четвертая струна, разгада, вверх, шлепок, вверх, вниз, вверх. Теперь давайте немножко акцент на ритм сделаем. В принципе, если вам сейчас дам нормальный счет, вот там раз, и два, и три, вы запутаетесь. Поэтому послушайте на слух для начала. И обратите внимание, что, в принципе, я делаю небольшую паузу внутри глушения. То есть, как бы слышно, что как будто глушение звучит чуть-чуть дольше остальных элементов. В принципе, этот рисунок мы с вами будем играть один раз на один аккорд. Давайте теперь со связкой аккордов медленном темпе это все будем собирать. Если у вас, вот, вы пробуйте, пробуйте, и ничего не получилось! Это, по сути, у нас с вами тут играется обычно шестерка. Когда мы играем вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Чуть медленнее. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Просто я ее немножко модернизировала для интересности. Если шестерка вам не подходит, берите любой другой рисунок, который умеете играть. Тройка. Это когда вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх. Она может быть с паузой после первого удара, или может не быть, сразу три в ряд. Или какая-нибудь пятерка. Это когда вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Во всяком случае, если вы не первый раз играете на укулельке, попробуйте все-таки выучить вот этот рисунок, который я вам дала первоначально. Окей, погнали теперь собирать со словами. Обратите внимание, что в тексте четвертую струну я выделила там, где у нас сначала она играется отдельно, потом мы начинаем петь. То есть, смотрите, самая первая строчка. То есть, я сначала сыграла, потом начала петь, как бима у меня сейчас поет за дверью. Да. Она вечно превышает, заглушая муслом у проезжих машин, она щелкает каналы. Разливает вино по бокалам нашим, красит губы красным блеском. Если чувствуете, что звучит очень медленно, когда как будто тянут кота за провода, можете чуть-чуть ускорить. В принципе, ничего страшного не будет. По сути, у нас с вами есть песня «Вступление», которая играется точно таким же рисунком, как и куплеты. Но, не знаю, для меня это немножко скучновато, поэтому дело за вами. Будете вы его играть или нет. Там, в принципе, играется аккорда А, М, Ц, Е, М, Д, Э. Вот с вот этого шакатака два раза. Но дело за вами, я лично это не играю. Разбор на укулеле. Окей, что же делать теперь с переходом песни? В принципе, мы можем оставить вот эту базу выученную. То есть, бас четвертую струну. Разгядка. Удар наверх. И глушение. То есть, первые четыре элемента от предыдущего рисунка. В целом, вы можете оставить тот же самый рисунок. Или тройка. Или пятерка. Или шестерка. Кому как удобно. И в целом, мы это можем сыграть с вами один раз на один аккорд. И хорошо отведет на фильм, разреши попкорн. Кручет на весь мир наш магнитофон. И вот на последний аккорд и э можно сделать очень интересную штуку. Во-первых, сыграть просто удар вниз. И потом большим пальцем постучать по вот этой части. Раз-два. Причем два быстрых удара. Круто. Давайте соберем, что у нас должно получиться именно в переходе. Дальше на стоит самое интересное. Это припев. Потому что мы его первоначально, конечно, можем сыграть той же самой шестеркой, но поделив на два аккорда данный рисунок. Получается, на первый аккорд вы сыграете вниз-вниз. А на следующий аккорд будете доигрывать. Если это собрать вместе, то получится так. Чуть медленнее. Вот так вот будет звучать. Для меня и для всех людей, кто уже давным-давно играет, ход что-то интересненького. Поэтому настаёт время нашего любимого щипка, чтобы песня начала звучать примерно так. В танце кружится без конца. По-одина, любовница. О, сразу до шприка пошёл. На первый аккорд мы будем играть бас. Четвёртая струна. Далее. Три-два-один. Струна у нас играет со щипком. И всё это дело мы приглушаем. Бас, щипок, глушение. Обратите внимание на место, где вы играете правую руку. Если это происходит у резонаторного отверстия, то когда вы будете глушить, будет такое очень мягкое глушение. Если вы играете ближе к началу грифа, то у вас вот это будет прикольный чинг дополнительный. Поэтому посмотрите, как вам нравится, что звучит. Ещё раз. Бас. Три-два-один. Глушение. На второй аккорд мы играем уже без баса. Два раза. Щипок. И глушение. Обратите внимание, когда на второй аккорд я немножко первый вот этот вот щипок оттягиваю. В медленном темпе с аккордами. Танцы кружатся без конца. Папина, любовница. Как интересно звучит. Но я понимаю, что рисунок сам по себе интересный. Поэтому в медленном темпе сначала отработайте правую руку, потом соединяйте с аккордами, и только потом это всё на словах. Давайте соберём с моим интересным рисунком полностью припев немножко побыстрее. Танцы кружатся без конца. Папина, любовница. Может, ты с мамой подружиться. Папина, любовница. Ну, там будет такой прогрыш. На ААА вы можете, конечно, упеть, можете не петь. У вас соблюдается точно такой же рисунок, что вы играли и в припеве. Разбор на укулеле. Ну, а остальные части песни, такие как второй куплет, переход, припев и прогрыш, играются тем же самым образом, что мы делали сейчас только что с вами. И песня сама заканчивается на коду гранд-финале. Там она поёт две строчки из припева. Здесь, чтобы как-то было завершённо по звучанию, просто вы можете сыграть удар вниз и глушение один раз на один аккорд. Танцы кружатся без конца. Может, ты с мамой подружиться. Вот можно на последний аккорд-финь сыграть просто удар вниз, чтобы прям вот, ну, мы завершили композицию. Чтобы у вас сейчас это всё выстроилось в голове по полочкам, давайте соберём от начала до конца. Субтитры делал DimaTorzok Даже папа не знает, и пусть и хорошо Отведет на фильм и разрешит поп-корн. Включен на весь мир наш магнитофон. Танцы кружатся без конца. Танцы кружатся без конца. Папина любовница. Может, ты с мамой подружиться. Папина любовница. Субтитры делал DimaTorzok Маккированные, ой, мамка, не смотри за пол, да что, чтобы дальше жить, не смотри туда, там конфетные оберки, там чужие чулки, красные, стыдно, но закончатся приключения. Маккированные, ой, мамка, не вина, ни цветов, ни вас, но потому мудро у нас. В танце кружится без конца, папина, любовница, может, и с мамой подружиться, папина, любовница. А-а-а-а-а-а-а-а-а, танцы кружится без конца. Может, ты с мамой подружиться Но если какой-то момент был тебе непонятен, то обязательно обратись к тайм-кодам, я все подписала, расписала. А также пиши в комментариях, я постараюсь на все ответить. Если тебе понравилось этот разбор, то обязательно поставь ему лайк. Напиши в комментариях, что в следующий раз мне разобрать песню, мелодию или, может быть, какую-то теоретическую музыкальную тему. Ну а также иногда заглядываю в плейлисты канала. Там можно много чего найти, на попить, на поиграть, на что-то поизучать. Ну и по традиции хочу поблагодарить всех людей, которые поддерживают меня сейчас на Бусти. Вот эти ребята. Взамен они получают клевые ништяки, весь раздачный материал, полезную информацию. Ну а самое главное, мое почтение. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok